Ты можешь верить, что там за гробом тебя что-то ждёт, а можешь думать, как думали наши предки-нигилисты, что умрёшь, лопух вырастет и всё. Ну, пожалуйста. Но веришь ты или не веришь, и Бог есть, и загробная жизнь есть, и ад есть. Никакого ада нет. Ну, как же нет, когда ты живёшь в аду? Не веришь? Ну, подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо? Если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на всё начхает, ты сам всё знаешь. Что же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок, в аду. Ты не знаешь радости. Ты мёртв. Тебе тяжело, тебе противно. Тебя всё мучает. Тебя раздражает люди, мухи. Тебя раздражает жара. Тебя раздражает дождь, тебя раздражают политики. Тебя всё, всё, что есть, тебя раздражает, мучают. Тебя мучают папа, мама, дедушка, бабушка, соседи, Путин с Медведевым, Барак Обама. Всё тебе тяжело, противно. Тебя ничего не радует. Даже соловьи тебе спать мешают. Потому что ты хочешь от этого куда-то уйти, куда-то, где-то уснуть, в чём-то забыться, нажраться, наколоться, уснуть, уйти от этого. Почему? Ну, потому что ты в аду. Тебе не надо никуда попадать, там, в рай, в ад. Ты уже, голубчик, давно в аду, из которого выход только один. К Богу.